Она пододвинулась поближе к подругам и теннисным голосом начала. В одном городе ходили слухи про магазин, где хозяева Йокайи, нечесть по-вашему, делали колобки из человеческого мяса. И с каждым, кто их покупал, случалось несчастье. Но одному смелому парню было плевать, он поспорил с друзьями, пошел и купил эти колобки. Когда он вечером возвращался домой, то друг за ней нервничал и оглянулся. Ему казалось, что кто-то идет за ним, но позади никого не было. Тогда он заглянул в коробку с колобками и увидел, что один из колобков пропал. По спине у парня пробежал холодок, но он сказал себе. Наверное, их было меньше, если он мало начал. И все же он не мог перестать об этом думать. На следующем перекрестке он снова открыл коробку и снова один колобок пропал. Парень испугался и убежал домой. Он заперся дверь, а когда немного успокоился, то снова открыл коробку. На этот раз пропали еще три колобка. Хотите верьте, хотите нет, но он так испугался, что закричал. Он закрыл коробку и медленно открыл ее. И когда он заглянул внутрь, все колобки пропали. В коробке не было ни одного. В ужасе он внимательно смотрел коробку. Оказалось, что все колобки... Мика сделала драматическую паузу, но тут с темноты нанеслось за могильное. Прилипли к ее крышке. Я невольно дернулся. Мика поглощенный рассказом не сразу понял, что происходит, зато рыжие поскочили чуть ли не на метр и взлизнули. Кто там? Не подказать здесь так, а то у меня сердце остановится. Может это погасило фонарь, которым светило себе на лицо и вошла в круг света от костра А вот они, нарушители режима, общественного порядка, пожарной безопасности и вообще отщепенцы А кто такие отщепенцы? Ай, кто их знает, слово красивое Вы что здесь забыли? Решили угнать плавучий дом и уплыть на нём в южные моря? Корабли грабить? Мы это, костёр, вот, картошку печь Извините, но мы думали, что если появимся на прощальном костре, то это будет выглядеть так, как будто вы нас на ней наказали А вдруг у вас из-за этого неприятности будут? Вот и не пошли А режим нарушать бы не хотели, совсем наоборот Видите, костёр обложили камешками, ведро воды приготовили и вообще Ольга недоверчо улыбнулась и ногой подбросила в огонь снова в шишку Та весело затрещала Надо же, как вы обо мне заботитесь Спасибо, спасибо, очень приятно Но я не хочу рисковать, тут вроде бы камышкового кота видели Очень злобная и кусача, скотина Да и про реку говорят всё Это, это, это Ольга Дмитриевна, короче, новым голосом разговаривает Этот маленький рассказывал, что под водой живёт огромная краба и утаскивает людей под воду И поэтому он купаться не пойдёт, кто бы мог ему это сказать? Действительно, кто? Мистика Так что заливайте костёр, собирайте картошку и пошлите праздновать Не заставляйте меня возвращаться и вести вас за уши, ладно? Не хочу за уши Ладно Мы сейчас Ложатый улыбнулся и растворился в темноте, как бы ты не был никого Кстати, девочки, вы испугались-то, что с вас завтра вода и мы тебе окон? Чё испугались? Сказки про колобки? Да не было там ничего страшного Визжали? Визжали Подскочили? Подскочили Всё, отговорки не принимаются Договор был, если испугаетесь Ладно, ладно, будет тебе вода Уля над досадой пнула небольшой камешек Всё, вот и попили пивка В смысле, отпраздновали Сень, зальёшь костёр? Только из ведра, а то знаю я вас, парни Ладно, вы идите, мы с Мику вас догоним Ага, только проявить сознательность, не пропадайте на час-два Я подумаю Оль, карушку возьмёшь? Мы её сегодня испечём, это уже дело принципа Так, налетят, делиться заставят Ты собрался весь лагерь камить? Только друзей С широкой осеньки душа ни в одни ворота не лезет Ладно, рыжие, потопали Не видишь, они хотят побыть вдвоём Да, вижу, ты постоянно их лица Девчонки посмеивались, ушли в сторону площади Я подал Мику руку, помогая встать Она была непривычно тихая и, казалось, чём-то думала Тебя что-то беспокоит? Да, то есть, нет, не совсем Хорошо, объяснила, доходчиво Не обращай внимания, это я ещё на эмоциях после концерта Хорошо ведь получилось, да? Хорошо, это слишком слабо сказано Я обнял её и прижал к себе Через несколько секунд Мику погладила меня по руке и напомнила Нас ждут Костёр, картошка печёная, причальная речь Ты что, хочешь это всё пропустить, только чтобы побыть со мной? Конечно, ты мне гораздо важнее костра Насчёт картошки я не уверен, она вкусненькая Ай! Мику шутяткнула меня в живот Пойдём, мы же длинные, мы всё успеем Она выскользла из моих рук и сделала несколько шагов по дорожке Догоняй Я аккуратно залил костёр водой из ведра и проверил, чтобы ни один уголёк не сутился на теле Было бы некрасиво сжечь этот лагерь после всего, что он мне дал Ну где ты там? Видишь, что пожара не будет, я забрал ведро, бросил на него пакет с картошкой и заспешил туда, где стимотой доносился смех Мику Я думал, что здесь будет весь лагерь, но всё оказалось куда скромнее Ольга и Антон что-то рассказывали про чудесное время, проведённое в лагере, про новых друзей, яркие впечатления и прочие приятные банальности Измученные Нарзаном, проверяющие утратив свой важный вид, с трудом поддерживали равновесие на раскладных стульях Кажется, они уже изрядно угостились, и даже если бы вожатый час рассказывали про розовый пони, комиссии было бы всё равно Можно и к лучшему Официоза не хотелось Пионеры окружили большой костёр, поджаривая на палочках сосиски и куски хлеба А в кучке прогоревших горячих гокльков не подвлёк уже тормошилась картошка В неторопливых разговорах ни о чём, любовании искрами, летящую в темноту и бесполезных попытках отогнать комаров прошло с полчаса Алиса дождалась, пока испечётся очередная порция, нетерпеливо обжигая, схватила горячую картофелину, очистила её и откусила кусочек Распробовав, она скривилась и незаметно выбросила остаток в темноту Какая гадость Ты бы её хоть подсолила Всё равно не очень Ты столько стонал, что надо испечь картошки, а когда что-то делать, носом вертёшь Синь, ты не понимаешь, это же не для еды, это же традиция Алиса быстрела на звёзд и доглядывалась по сторонам Кто-то не подумал, что завтра едим обратно Вот увидим, и никаких следов от нашего концерта не останется Только флажки да мусор под скамейками И тут до первой уборки Я представлял себе всё-таки как-то иначе Всё останется вот здесь Мико дотронул скотчиками пальцев до груди Да И вообще, почётная грамота, это тебе что, хвост собачий? Приедешь, покажешь Мама ей не поверит, скажет, сама сделала Поверит Эй, подтвердите Даже не знаю, а что мне за это будет? Я ноты выучу Если так, то договорились Не выучит Выучит, сказала же Я подошёл поближе к Алисе, я не громко напомнил ей И ты повелилась с Леной, по-моему, это куда важнее Алиса посмотрела туда, где Лена со Славей бурно обсуждали что-то и очень серьёзно кивнула Надо умные вещи, говоришь Хотя и пасист Держи теплый луб нос мне и дружески хлопнул на плечо Ради этого стоило, что я здесь целый месяц Ани с Ульяной принялись обсуждать какие-то незнакомых, не людей Предстоящей выпускной, на котором можно сыграть И что надо будет навестить Толика А вот Ульяну родители загонят на дачу до самого сентября И репетировать будет сложнее, но Вся эта атмосфера большого семейного пятника, конечно, радовала Но мысли мои Виталия совсем не здесь Я думал о том, что вместо этой шумной пионерии Могут бы убаваться звёздами, смейтвы, а может, ночное купание И даже, словно отвечая на мои мысли, знакомый голос шепнул на ухо Ты готов к побегу? Конечно готов Тогда пошли Я просила девочек, они нас прикрыт Взявшись за руки, мы бочком-бочком отступили в тяноту дорожки, ведущей площадью, и поспешили к клубу Всю дорогу мы старались не шуметь, но Мику то и дело принималось болтать о светлячках, совах, летучих мышах В созвездиях, телескопе, который есть у папы И о том, как она хотела построить в него на солнце Но мама вовремя её остановила Я подагивал в нужных местах, не особо вникая в то, что она говорит Да, это было ей не нужно Думаю, мы оба прекрасно понимали, куда и зачем Куда идём и зачем После того, что случилось два дня назад, смущаться было как-то глупо Но от такого напора мне было слегка не по себе С другой стороны, должен хоть кто-то из нас проверить инициативу Я улыбнулся Кажется, сегодняшний вечер станет ещё лучше Вот, мы и пришли Надеюсь, мы одни такие умные А то зажгу света, здесь кто-нибудь уединился Никого нет, я же дверь оттирал Точно Мы присели рядом, почти на том самом месте, где Я привычным уже движением обнял Мику и пришёл к себе Можно я спрошу у тебя кое-что Конечно Мику смотрела на меня, основной пытаясь найти ответ на какой-то вопрос Завтра мы уезжаем Скажи мне одну вещь Какую? Потом, ну, когда мы увидим Ничего не изменится Ну, в смысле Про любовь, типа? Если б я знал Вопрос Мику вернул меня к реальности Странное чувство, словно я стою на обрыве и смотрю вниз Завтра Что будет завтра? Двойник обещал, что всё будет нормально и, кажется, не врал Ольга обещала, что всё будет нормально и ей тоже можно было верить Юля Мику поняла мою заминку по-своему и грустила Ты грустила Я... я не хотела на тебя давить, извини Просто ты много для меня значишь А сейчас мне чувство, как будто что-то заканчивается Меня это беспокоит И я решила, что лучше спросить прямо А то ведь вы, парни, намеки не понимаете Да, прямо спросить лучше Я замолчал Может, пора? Или всё-таки? Наверное, завтра мы заведём серьёзный разговор о путешествиях, о времени, мистических автобусах и ещё много о чём Не сегодня, нет Но завтра обязательно Сейчас не время и не место А что бы ответил нормальный пионер на моём месте? Конечно, всё заканчивается Вот как наша поездка в лагерь И потом всё станет намного сложнее Я ведь понятия не имею, куда в нашем новом городе можно будет сводить на свидание любимую девушку Придётся просить совет у Алисы с Ульяной Нет, только не у них, эти двое нас советуют Ты им настолько не доверяешь? Что ты? Я им очень доверяю Но только не в таком вопросе Ульяна просто ещё маленькая, а Алиса Ну по её подсказке ты поведёшь меня на концерт группы Ржавые Гвозди И мы увидим оттуда помятые орловшие Хм, ладно Тогда как же мне быть? Я сама тебе всё покажу В глаза Мику вернулись те самые озорные огонь искорки, которые сводили меня с ума Стоило нашим взглядом встретиться Она освободилась из моих рук и встала, скрывшись в тени Неужели мы пришли сюда поговорить? Я подумал Я поймал край её широкого пояса и осторожно потянул Он поддался и неужели наверху Мику изящно, словно в танце, повернулся кругом, разматывая пояс И шёлковая полоса материи отказалась в моих руках Я посмотрел на вышитых котиков, затем на Мику, всё ещё скрытую тенью Всё? Звучит заманчиво? Вместо ответа Мику сделала что-то с юкатой И ещё секунду синяя ткань с мягким шорохом легла на пол Мику несколькими быстрыми движениями распустила волосы Я переступила через свою одежду, шапнув пятно лунного света Все что захочешь Я потянул рубашку через голову, путаясь в галстык Мику смеясь столкнула меня ладошками в грудь, прокинув на матрасы Затем устроилась рядом, и мы быстро избавились от того Немногого, что на нас оставалось В прошлый раз мы проделали всё медленно и осторожно, словно следователи Впервые ступивши на неизведанные земли Тогда я слишком сдерживался, чтобы не сделать ей больно Мика слишком волновалась. И хотя всё прошло хорошо, мы так и не поняли толком, что же между нами случилось. Эта короткая летняя ночь, и всё было иначе. Всё было... Ярче, искренне, сильнее. Мы любили друг друга. Так, словно завтра уже не наступит. Как последний раз. День 4, день 5, день 6, день 7, день 8, день 9, день 10, день 11, день 12, день 13, день 14, день 15, день 16, день 17, день 18, день 19. Эпилог. А, да? Прям эпилог. Ну, погнали. А чё? Я ждал, что мы снова останемся вместе до утра, но Мика сонно попросила меня проводить её домой, а лучше отнести на ручках. После всего, что было, идея показалась мне отличной. Но ненадолго. Дорога была слишком ухабиста, а я был готов уснуть на ходу, когда мы в очередной раз чуть не упали. Мика согласилась с ней пешком. Если не считать пары столкновений с сиреневыми зарослями, мы добрались без приключений. Устал и счастливый, я вернулся к нашей с Ольгой домику. Снова и снова я вспоминал тёплое дыхание на своём лице и то чувство, когда сперва пальцы, а потом и ноги, Мику впивались мне в спину. Перед глазами стояло её лицо с закушенной губой и закрытыми глазами. А в ушах раздавались её сбивчивые стоны, глубокое дыхание и скрики, где русские слова вмешались с японскими. Если бывает ещё лучше, то я не знаю, как люди могут жить дальше без стыд после такого. Вожата явно не ожидала, что я приду ночевать. Она свалила всю одежду из шкафа на свою кровать и сама устроилась спать на моём месте. Великолепно! А мне куда? Обратно в клуб или спать на травке под окном? Ты иди к Мику сразу ещё. Можно расстолкать соседку по дому и объяснить, где я был. Но она рассердится, что не дал поспать. А можно тихо скользнуть к ней под одеяло и... Спать, просто спать. Надо рассердиться Мику. Оставалось одно. Я расстелил на полу одеяло, переложил на него одежду, а сам устроился в кровати вожатый, стараясь не обращать внимания на запахи духов с шампуней, идущей от постели. Ха, ну, нормально. Едва коснушись подушки, я моментально выключился. Кажется, мне снилось что-то приятное. Во всяком случае, очень не хотелось открывать глаза, когда меня принялись трясти за плечо. Эй, вставай! Оля... Ольга Дмитриевна, доброе утро. Я подряд головой огляделся. А почему в вашей постели? Мы... Мы ведь не... Ольга внимательно смотрела меня с ног до головы и сокрушенно вздохнула. Семён, ты исчезаешь неизвестно куда, появляешься заполненную часу наглой. Заполненную часу наглой, довольной рожей, перепачканной в формате. Я машинально поднялся за полотенцем, брал по лицу. На нём остались светло-розовые пятна. Милая, она так хотела выглядеть ещё красивее. Как будто это вообще возможно. Важаю, я даже попертнулся от такой наглости, отняла полотенце, размахивая им, словно флагом продолжила. Лезешь в мою кровать, пачкаешь помаду моё любимое домашнее полотенце, и потом задаёшь мне такие вопросы. Но должен же быть какой-то предел, а? Я больше не буду. Маска строго в радость слетела, когда Ольга бросила полотенце мне на голову и похлопала по макушке. Конечно не будешь, не успеешь. Ещё несколько часов и я расцелую автобус, на котором вы уедете. Такой хлопотной смены у меня не было с... Да вообще не было ни разу. Ну, чего молчишь, скажи что-нибудь. Изви. Я стянул полотенце и зимнул так, что чуть не вывихло челюсть. Ээээ, идите. Спать хочу, сил нет. Намёк поняла. Кофе налить, Ромео? А есть? Конечно нет, я так предположила сутки рать. Так будешь или нет? Буду. Пока кофе остывало, Ольга перебирала какие-то бумаги, лежащие на столе. Хорошо, что всё позади. Жалко, что у вас не было, когда мы пришли с иностранцами. Да и комиссия хотела напоследок поблагодарить вас за отличное выступление. Правда? Правда, правда. Но я сказал, что ребятерами всю ночь, очень устали и леги спать пораньше. Она подменила меня. В целом, где-то так и было, да? Я смутился и отошёл в двери. Там вовсю светило солнце, а по дорожкам снова становали пионеры. Они были отвратительно бодры и полны энергии. Става завидан. Но я вспомнил, как удачу ли мои силы и не мог не улыбнуться. Доза кофеина, тёплые волны разуствовала по моему телу и помогла разлепить веки. Разлепить. Разлепить, да. О! А почему здесь какое-то утро не сделали? Тут же прям день. Этим утром всеми овладело чемоданное настроение. Праздник пролетел быстро, как будто и не было ничего. Только флажки с гирляндами напоминали о том, что ещё вчера здесь были иностранные гости. Играла музыка и четверо пионеров захватывали стены, чтобы скорее покинуть. Стоил ли весь цирк, этот цирк, таких усилий? Я не вспомнил улыбки девчонок на концерте. Наверное, стоил. После завтра Кольга Мирина в последний раз собрала нас на линейку и принялась раздавать ценные руководящие указания. Отряд, слушаем мою команду. Сегодня до 11.00 необходимо привести в порядок жилые помещения. И когда я говорю «навести порядок», я имею в виду, но именно «навести порядок». Это не значит замести грязь под коврик и с честным лицом сдать мне ключи. Вопрос есть? А нам нечего убирать. Веники пали смертью храбрых на растопке вчерашнего костра. Да, так что берег бы следующая смена. Я ждала чего-то подобного. Но всё учтено, у них у нас есть запасы. Славяна, раздай орудие труда. На всех хватит? Да, Ольга Дмитриевна, всем по одному. Плюс две штуки, оперативный резерв. Вольно, солдат. В смысле, отличная работа, пионер. Итак, времени мало, а грязи много. Так что работаем быстро, иначе я раздам в следующей смене ваши домашние адреса, и мы вышлем на них весь оставшийся мусор. Поняли? Понятно. Кроме того, Семён, Мику, на вас мус-клуб. Алиса Сульяна, как закончен, присоединяйтесь к вам. Саша и Сергей, наведёте порядок в мастерской. Непонятную постройку с падающим бочонком ликвидировать. Мне трупы пионеров не нужны. Женя, в библиотеку. Ещё вчера навела порядок. Очень хорошо, что ещё? Автобусы бывают в полдень. Свои вещи сложить в сумке, всё проверить, лагерные мышцы на память не увозить, постельное бельё свернуть и оставить на кроватях. Если в домиках останутся казённые чашки и ложки, выложите их на видное место, мы с Натальей потом соберём. Дополнительное мотивация для вас. Те, кто закончат первыми без замечаний, смогут выбрать места в автобусе. Остальные сядут, где придётся. Опоздавшие отправятся пешком. Вопросы есть? Вопросов нет. Она энергично думала свисток и захлопывала доши. Побежали, побежали, время пошло. Неровная шаринга пионеров быстро разошлась по домикам. Ольга прыгнулась ко мне и уже нормальным тоном добавила. Как старый добрый веренок. Ну такой командир пропадает. Да ничего так, я побежал. А вас, товарищи, не здешний, я прошу остаться. Серьёзные вещи обсуждать будем. А мы с клуб? Семён, Мику никуда не денется. А вот с тобой надо что-то делать. Сначала вещи. Какие вещи? Твои, пошли в дом. А у меня раз что-то было, мы зашли в домик. Ты ведь приехал без вещей, да? Как будто вы не знаете. Всякое бывает, может спрятал где-нибудь? Был здесь один неместный, называл себя выживальщик. Не знаю, что это такое, но он вместо того, чтобы зайти в лагерь через ворота, как все нормальные люди, украл одежду из склада, зарыл свои вещи под забором, переоделся и постарался смешаться с отрядом. Удачно? Почти. Два дня я не могла понять, куда девается лишняя порция столовой. Ведь смешался бы, но его сгубило любопытство. Этот самый Проныров влез в отбин корпус и гвоздём открыл директорский сейф. Документы, наверное, искал. А там у электрика лежала бутылка посольской водки и блок сигарет. Так что всё было... Так что всё было под сигнализацией. Она сработала, взломщик убежал в лес, уехал на плечо, чтобы пролезть в узкую форточку. И неделю прятался в старом лагере, поедая ящериц и птичьи яйца. Очень сложный случай, к счастью, мы вовремя его нашли. Бывает же. Дед, у меня из багажа только моя одежда. Нет, это ты так думаешь. Ольга бросила на кровать тёмную спортивную сумку, расстегнула молнию, но прилижала какая-то одежда. Ну вот, это тебе на первое время. Не хочешь же тебе... Не хочешь же тебе в зимнем пальто, правда? Прощальный подарок от лагеря? Важно, я серьёзно посмотрела на меня, глядялась по сторонам, потом рассмеялась и покачала головой. Ещё чего? Это прощальный подарок от меня? Когда машина ездила в город и просила подругу купить кое-что? Одни убытки от тебя? Она улыбнулась. Простите, много потратили? Рублей семьдесят. Не волнуйся, они обеднее. В лагере деньги тратить некуда, а там следующую зарплату получу. Спасибо. На здоровье. Вещи бы всё равно появились. Здесь всё устраивается, так или иначе. Хотя иначе бывает по-всякому, лучше решим всё сами. Я задал вопрос, который не давал мне покоя всю последнюю неделю. Ольга Дмитриевна, а что дальше? В смысле? Дальше покоять вещи и убирать мускул? Дальше. Куда я приеду? Или что мне там делать? Понятия не имею. Я думал, вы знаете всё и про всех. Упаси, боже. Но во сне ты не исчез, остальные могут тебя видеть. Значит, ещё ничего не кончилось. Так что вот тебе подъёмный. Она притянула мне фиолетовую бумажку с профилем Ленина. Двадцать пять рублей хватит, чтобы жить пару недель. А вот это мой адрес. Вожатая быстро написала что-то на листке. Если на стоянке к тебе не бросятся незнакомые люди, крича «Сынуля, ты приехал, и родители Мику не пригласят тебя пожить у них, то поедешь на этот адрес». Поживешь в моей квартире, а потом, когда я приеду, мы что-нибудь придумаем. Ночевать на вокзале не рекомендую, а в гостинице тебя, сам понимаешь, не посеют. Мало ещё. Можешь, конечно, развести стекло в магазине, я уйду переночевать в милиции, но я советую мой вариант. Ключи возьмёшь у моей соседки, ее зовут Вера Семёновна. И что я ей скажу? Что ты мой любовник, очевидно же. Что? Да, даже как покраснёт. Скажешь, что мой племянник из... Не знаю, из души какой-нибудь. Например, из Саратова. Приходит незнакомый парень без документов и просит отключаться в седской квартире. Я бы милицию вызвал. Правильно рассуждаешь. Поэтому вот тебе и свидетельство рождения. Нормально так. Это моё? Она прицелила мне зелёную книжечку с гербом СССР. И тут же, уставився на неё и скривился, увидев фамилию. Если этот лагерь разумный, то чисто юмор у него отвратительный. Чё там? Но откуда оно? Из ящика стола. Нашла примерно день твоего приезда. Откуда ты взялась? Вот так, из воздуха? Я, конечно, не уверена, но думаю, что его подбросила Юля. Почему именно Юля? Элементарно, Ватсон. Отпечатки босых ног на подоконнике – это раз. Пропажа валерьянки за птички – это два. Кто же ещё? Я снова перечитал фамилию. Втайне надеюсь, что она изменилась. Так какая фамилия-то? Шутка вполне в духе моего двойника. Если бы я захотел подшутить на прощание, то шлил бы что-то в этом духе. Подожди, ну так чё не так? Ну у него изначальная фамилия Персунов же, да? Чё не так? Потёртые корочки свидетельства обещали в новую жизнь. И начали странное ощущение спокойствия. Как будто кто-то подошёл и пообещал, «Ты останешься с Мико, не волнуйся». Наверное, я бюрократ в душе. Ещё фамилию другую. Вам смешно, а мне всю жизнь с ним учатся. Слушай, ты долго носом будешь вертеть? Лопа что дают? Женишься на Мико, возьмёшь её фамилию. Вот тебе личный стимул за ней держаться. Как будто мне нужны какие-то стимулы. Кстати, я так и не узнал, какая же у неё фамилия. Если папина, то ещё ладно, но если мамина, наверняка что-нибудь заковыристое и японское. Ладно, давайте убираться. Ещё чего? У меня здесь, знаешь, кое-какие вещицы, которые тебе видеть не положено. Так что принеси ведро воды, и можешь идти ему скуп. Где-то я это уже слышал. Ведро воды здесь стандартная валюта? Походу. Сбегал за водой, я быстро просмотрел купленные Ольгой вещи. Джинсы, рубашка, кеды. Если я в поездку надену джинсами, не пришлют аморальное поведение и урон облику советского пионера. Нет, что за глупые идеи. Вот свариться можешь, а так надену здоровье. И с рубашкой будет нормально. Нет, вы посмотрите на этого жмота. Четыре недели я его кормлю, пою и воспитываю. Купила полный чемодан одежды, а он испортит две рубашки и пытается украсть третью. Ладно, ладно. Я шучу. Не уделяйся, пока не сойдешь с автобуса. Дальше справляйся, как знаешь, а до отъезда из лагеря я за тобой присмотрю. Спасибо. На здоровье. Ну беги быстрее, времени мало. Сейчас свои глаза смотрели по-матерински тепло. На секунду мне показалось, что она куда старше, чем хочет казаться. Но очень быстро иллюзия исчезла. Знаешь, за что я обожаю эту часть смены? За что? За то, что завтра у вас здесь всех не будет. Цинично-то как звучит. Я вот так чувствовал, что вы только притворяетесь хорошей. Ольга протянула руку и взросла мне волосы. Ага, наконец-то раскусил. Все, пошел, пошел, пошел. Она энергично хлопнула ладоши и вытолкнула меня из домика. Девчонки уже поджидали меня у клуба, но внутренне спешили. Ага, вот и он. Синий тоже собрался? Я же говорил, что вчера был не последний раз. Да. Я же лучше с порога остановился. Сколько всего случилось? А где матрасы-то? О да, о да, о да. Вчера разбирая музыку, мы бросали вещи, куда придется. Так что теперь предстояло распутать здесь измененный клубок кобелей. Навести здесь подобие порядка и... А где матрасы? Вернулись на вещевой склад. Где же еще? Я хотела найти тех двоих, которые их побросали, но они как сквозь землю провалились. Ни разу я больше не видела. Миква, а как они выглядели? Что ты такое спрашиваешь? Три недели ведь прошло. Она нахмурилась, вспоминаю. Один лохматый такой. На тебя очень похож. Я еще когда тебя увидела, подумал, что это ты вернулся. Он вернулся. Только у него волосы короче были. И одет по-другому. И рожа постоянно и корчил странное. Ага, так это Синька подстроил, только непонятно зачем. А второй мелкий, вот как Ульяна. Это что, Юлька с пионером, что ли? Чего? Ты сейчас на что намекаешь? Ни на что. Я еще подумал сразу, что это девочка. Он сам был маленький, голос такой тонкий. Он еще яйцо все время прятал. Панаму чуть ли не до плеча натянул. Товарищ на Улька. Нет. Нет-нет, у него, у того волосы темные были. Ульяна, конечно, могла успеть покрасить, а потом обратный. Или парик. Но нет, не может быть такого. И вообще, она же в другом месте была. И я улыбнулся. Вполне в духе Мику не узнать меня через пять минут после общения с моим длинником. Хотя, тогда я был для нее одним из толпы. Кто бы мог представить, что все так и сильно изменится. Товарищи музыканты, если кто-то надеется, что пол сам себя помоет, то зря. Может будем начинать? Я не хочу в спортивке домой ехать, мне еще переодеться надо. Кого ты обманываешь? Так ведь и поедешь. Не умничай. Я не хочу, чтобы в следующей смене спрашивал, что за хрюшки тут реметировали. Молодец. Ульяна топнула ногой и нечаянно опрокинула ведро с водой. Мыльная пена тут же растеклась по полу. Алиса выдала непереводимую игру слов, щедро задобренную между митием, и бросилась поднимать с пола нот на тетради кабели и тапочки. Ульяна тут же бросилась на помощь, а мы с Мику ухватили тряпки и принялись устранить наводнение. Вскоре на досках попалась пола, стало можно лежать, как напало до парусника после большой флотской уборки. Это был Ульяновский секретный прием. Неподражаемые руки-крики. Тогда уже ноги. Ей нечаянно, хватит нудить. Синя, ну скажи ты им. Смотри с хорошей стороны. Так, мы до вечера бы собирались. О, точно. Мику провела пальцами по роялю, тронула струны, стоявшие рядом гитары. Может, по чайку? На дорожку. Чашка в руках Ульяна материализовалась, словно из ниоткуда. Да! Нет, скоро ехать. Сейчас напьёшься чаю, а потом автобус будем каждые 10 минут останавливать. Приедем тогда вечером, соберёмся и сходим куда-нибудь. И тут... О, музыка такая сразу. Наконец, последняя нота отстрадей легла на полку. Последняя плинка смахнута тряпкой. Шторы задёрнуты, чтобы яркий солнечный свет не портил, как лак на инструментах. Чашки вымыты, струны на гитарах отпущены, барабаны и рояль зачехлины. Сделаны ещё кучи необязательных мелочей. Никому не хотелось уходить отсюда, но время пришло. Мы вышли из клуба, я аккуратно закрыл дверь и отошёл в сторонку. Мику посмотрела на ключ и вздохнула. Кстати, всё, надписи убраны. Уже затёрли, собалыч. Вот и всё. Как руководитель музыкального клуба, объявляю текущей состава участников распущены. Алис, ты слышала? Она меня распущенной назвала. Тсс. Здесь родилась наша группа. Её история была недолгой, но яркой. Мы репетировали, готовились. Здесь мы праздновали удачное завершение концерта и... Она смутилась и построила на меня. Я знал, о чём она подумала. Здесь мы с Мику нашли друг друга. В этих стенах наша другая стала симпатия и симпатия любови, а потом... Как называется то чувство, когда понимаешь, что не сможешь жить без своей второй половинки? Наверняка этому есть название и мне ещё предстоит его найти. Мику молчала, так что я обнял её и закончил фраг. И теперь, когда всё позади, нам всем немножко грустно, но это не беда. Что-то закончится, что-то начнётся, и мы обязательно ещё сыграем вместе. Но мне будет не хватать этого клуба. Я очень к нему привязался, и ко всем вам тоже. Ай, ты как будто прощаешься. Сбежать на дому? Не дождётесь. На всяком случае, я очень-очень на это надеюсь. Мику шмурнула носом, коснулась уголка глаза и тихо попросила. Девочки, дайте ключ от клуба, пожалуйста. Я достал ключ из кармана, а Лиса Сульяна тоже притянулась своей. Мику постаралась собрать их на кольцо, но оно было тугим и не поддавалось. Давай я. Немного повозившись, я позвенил получившейся связкой. Мой, Мику, ключ Алисы, ключ Ульяны. Впервые за три недели они собрались вместе. Как знать, может им тоже есть о чём поговорить. Совсем в коем-честерём, да? Есть в этом что-то символическое. В моём городе есть такая предмета, когда парочек встречаются, они пишут свои имена на замке, вешают его куда-нибудь на мост или на забор, а ключ выбрасывают в воду. Я не поняла, это к чему вообще? Потому что мы его горем, очевидно же. Синя, я пока не готова к такому. Тебе что, мало меня? Она старательно изображала обиду, но её глаза слились теплом и любовью. Ради того, чтобы на тебя смотрели такие взгляды, мне стоило провалиться в прошлое, сменить внешность, изображать пионера. Ставлю другим человеком. Я улыбнулся и развеял предозрения под рук. Ну вас, я имел в виду, что ваши ключи все вместе, наши, на одном кольце, не разделить совсем как нашу с вами дружбу и... Блин, в голове звучало не так глупо. Ладно, давайте запирать. Да, уж даже сценарий, что-то явно не твоё. Да, я понимаю, что ты имел в виду. Я чувствую то же самое. Я не вздумаю потеряться, у меня большие планы на тебя, как на басиста. Сыграем на выпускном, и в этот раз с вокалом. Я тут... Она смутилась. Написала кое-что. Но на концерте она была не к месту. Ух ты! Ты всё-таки набралась милости и покажешь свои стихи? Поверить не могу. Но когда приедем, я бы встрю, как это музыку положить. Обещаю. Только если кто смеется, ему нос в тома. Понятно. Элис смотрела на меня. Неужто ей так важно моё мнение? Я улыбнулся ей. Сейчас не успеем. Дашь почитать, пока будем ехать? Я подумаю. Посмотрим твое поведение. Мику мягко накрыла мою руку своей, и мы вместе приняли ключ на второй оборот. Последний раз. Предпоследний. В смысле? Алиса там в свою гитару оставила домашней. Ах ты что? До последнего умолчала. Японский магнитофон. Сенька, это всё ты! Развёл тут прощальную речь. Я ещё думал, что-то должно быть в руках. Эта зараза мелко всё видела и молчала. Она же всё отвесила у Лени под затыльник. Ха, и меня-то за что? Почему не сказала? Семён с Микой такую речь столкнули. Разве я могла их прервать? Мне показалось, что отмытый до блеска клуб радостно раздохнул, когда мы снова вошли под его крышу. Иллюзия, конечно. Просто лёгкий сквозняк колыхнул шторы. Алиса торопливо упаковала гитару в чехол, другую белую с синим, устроила в поставке поудобнее, заправила между струнами один из своих педиаторов. Повернушись к нам, она пояснила. Их никогда не хватает. Пусть кому-то будет подарок. Второй раз мы уже не прощались с клубом и не говорили трогательных вещей. Просто тапили замок, подёргали дверь и поспешили по своим домикам. До двезы осталось всего ничего. Важатой в домике не было, так что я быстро собрался все свои вещи и поспешил к домику Мику. Конечно же она была ещё там. И конечно же всё ещё собирала по углам домика разбросанные где ей, как попало, расчески, тапочки, мыльницу, будильник в форме котика и прочую девичью мелочёвку. Лена в домике уже не было, как и её вещей. Наверное, она догадалась, что я приду и тактично оставила нас с Мику вдвоём. Ой, ты уже? А я вот столько вещей, столько вещей, надо было, конечно, с вчера начать сборы на этот концерт. Вау, ты видишь, она вообще сменила форму, а мне нравится. А потом вечером было некогда. Она густо покраснела и посмотрела на меня. Виноват, кругом виноват. Ну раз уж я не дал тебе выспаться, вот давай помогу со сборами. Вдвоём им сруложили вещи в сумку. Вот и всё. Как будто нас здесь и не было. Больше не будет нашей группы, не будет лагеря. Нет, ну он-то будет, только мы в него уже не вернёмся. Я последний раз так себя чувствовала, когда мы уезжали из Японии. Только тогда я была маленькой, и мне было интересно, что там, за океаном, а сейчас... Она вздохнула и продолжила. Ни за что бы не поверила, что можно так быстро привязаться к новому месту. Мне очень не хочется отсюда уезжать. И потом... Мика прижалась ко мне и продолжила. Здесь у меня есть ты. Я знаю, что ты... Что и потом ты никуда не денешься. Но когда мы увидим, всё уже будет по-другому. Наверное. Если бы могла, я бы осталась здесь подольше. Кому что? Кто-то хочет уйти, кто-то остаться. Когда мы покинем лагерь, возврата не будет, говорила вожатая. Ну да, обидно. Да прикинь, Ольгу не встретить. Жалко. Мила. Что за грустные мысли? Всё только начинается. Я обнял её, поцеловал и отобрал сумки. Пошли, иначе автобус уедет без нас, и твоё желание исполнится. Только не уверен, что нас здесь будут кормить. На попуте к остановке Мика вдруг остановилась. Я совсем забыла. Вернёмся? Время есть. Нет, я не в том смысле. Я ничего не взяла на память. Труковая спланер, Гуляна собирала ракушек, Алиса по стенку от Клауса. А я всё откладывала, думала, что времени ещё полно. И вот, никаких сувениров. Я шутливо обнял её и обиженным тоном поинтересовался. А я, значит, на роль сувениров не подхожу. Ну прекрати. Она ломнулась и пыталась освободиться. Ты не сувенир, ты мой любимый. А надо что-нибудь такое, что на полочку поставить и вспоминать об этом лете. Вот только что, даже фотография не получилась. Ульяна плёнку засветила. Ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Я оглянулся, но до появления сувенирных киосков, где можно купить чашку с фотографией лагеря, ручку или ночёк. Оставалось всё доброе 25... 20 лет. 20 лет, да, 25, а? Даже завалявшегося карманного в календаре с фотографией причала не было. Идею отодрать длинную ручку или табличку с номером домика и отверх сразу. Вот. Я сожжно сорвал яркий вьющийся цветок и протянул Мику. Ну он же завянет. Положишься в книжку, он там высохнет, потом... Я, например, память вспоминаю, что там делать дальше. Потом зажмём ему между двух стёкол, найдём красивую подставку и аккуратно подпишем пионерлагерь Савёнок. 1900... Какой? Как всё запущено. И ты туда же. Не скажу. Пусть это будет для тебя сюрпризом. Ладно. Только книжки у меня нет. Не страшно, у меня тетрадь есть. Я открыл общий тетрадь с табулатурами. Она уже слегка поистрепалась. Последние три недели у неё была нелёгкая жизнь. Надёжно устроив цветок между страниц, я положил тетрадь в сумку и прижал одеждой. Я не поняла, это кому сувенир? Мне или тебе? Тебе. Тогда отдавай. Потом, когда приедем. Вот ты какой жадный, не ожидала. Она ломнула, сорвала ещё один цветок и устроила его в волосах. Отряд не заметил потери бойца. Вся изгородь была густой сеяна такими же цветами и хватила бы на десяток клюбленов пар. Нравится? Красота. Только в автобус лучше в руках занести, а то вдруг Ольга ругаться будет. А где он? Чё не добавили-то? Договорились. На стоянке сегодня было шумно и многолюдно. Наш трет собрался у знакомого автобуса. Девчонки утащили Мику в сторону и спорили, кто куда сядет. Я остался один на один с вожатой. Предстоящая посадка в автобус заставляла меня нервничать. Я бы предпочел этого не делать. Мутан какой-то. Сначала загадочным образом превратился из Лиаза в Икарус. Потом заменил мое тело и выпрыгнул в мистическом лагере. Потом через пару дней явился снова, подразнил, оттолкнул непонятные силы и растворился в вечерних сумерках. А еще во сне он явно журничал карты. Одним словом, никакого доверия к этому автобусу у меня не было. Ну что за кислое лицо? Как будто в армии едешь. Мне страшно. А вдруг я все-таки исчезну? Иначе никак? Никак. Она похлопала по борту автобуса. Но опыт показывает, что обычно вы считаете во сне, так что, думаю, никуда ты не денешься. Неубедительно. Ну уж как есть. К тому же тебя перестали бы замечать и помнить, а девчонки вон бросают на тебя вздые взгляды. Так что, как сказал бы Андрей, ты все еще принадлежишь к этой объективной реальности, данной нам в ощущениях. Она прорезла это таким деловым тоном, что я не выдержал и засмеялся. Алиса стояла возле своей огромной сумки и злобно зеркало на меня. Да, этот тоже говорил, что во сне. А потом растрелился в воздухе. Ты меня слушай, а не сумасшедших призраков. Так что убери эту несчастную мордочку и сидись в автобус. А то уеду без тебя и придется их догонять. Бегом, что ли? Зачем бегом? Я тебе велосипед дам. Это вот тот, который возле домика? Да-да, он самый. Детских, конечно, другого нет. Я представил себе, как мчусь за автобусом на трогательном складном салюте, задевая коленками подбородок. Из-за стекла автобусы Мику смотрят на меня и отчаянно пытаются не упасть со смеха. Остальные пионеры просто ржут, не стесняясь, указывают пальцами, а если боковые окна открыты, то еще кричат в них «Жми, быстрее!». Нет, давайте без велосипедов. Я пошел. Погоди, ничего не забыл? Телефон от своей непонятной, одежду, в которой приехал, вещи из карманов? Вроде бы нет. Проверь еще раз, сюда не возвращаются. Если ты не вожатый, конечно. Что? Вы не говорили? Я много чего не говорила. И много чего не скажу. Уйдешь, пути назад не будет. Просто не найдешь поворота шоссе, как будто и не было его никогда. Но... Хватит разговоров. Мне вас нужно еще по головам рассчитать. И вообще... Ольга Дмитрия досталась из кармана свисток, а от души у него подуло. Заладив вниманием пионеров, вожата сказала. Нет, не сказала, скомандовала. Отряд? Вдоль бордюров Шрингустана весь? Я снова задумался, кем же она была там, до лагеря. Идеи в голову приходили самые разные. Построив отряд в какой-то подобии линии, Ольга кинулась данным в своих подопечных. Ну что, товарищи пионеры? Кажется, ваш отдых здесь подходит к концу. Жертв и разрушений нет. Она выразительно обстреляла на Шурику и улыбнулась. Практически нет. Учитывая все, что случилось за последние недели, включая шторм, приезд к комиссии и визиты иностранных гостей, я считаю ее завершенной успешно. Лично я горжусь тем, как вы справились со всеми трудностями, которые сами себе героически создавали. Я рада была провести с вами эти дни. Надеюсь, что вы тоже отдохнули, набрались сил, завели новых друзей. И я хотела бы увидеть всех вас следующим летом. Но пока сделайте одолжение. Наберитесь до города без приключений и не доставляйте хлопот сопровождающим. Ладно? А разве вы с нами не поедете? Ольга улыбнулась и вкачала головой. Нет, я останусь здесь. Скоро следующей смены все должно быть готово к приезду. Но ведь все остальные вожатые едут. Вот они-то за вами и присмотрят. Если отдельные пионерки не станут захватывать автобус, прыгать из окон и закрывать глаза водителю. Да, Ульяна? Нет, ну почему сразу Ульяна? То поездка завершится без приключений. А пока все. Она нежно смахнула рукой от салютов нам. Пионеры ответили и тем же, и даже я, как хотя никогда и не был на пионерских линейках, пытался как мог воспроизвести этот прощальный жест. Наверное, он должен был выглядеть комично, но не выглядел. Все спасибо, все свободны. А теперь организованно. Подчеркиваю. О-Р-Г-А-Н-И-З-О-Б-А-Н-О Садимся в автобус. Ваши ряды в задней части автобуса, по обе стороны. Тяжелые сумки ставим под ноги или отдаем в багажное отделение. Наверх только легкие. Обивку сидений не пачкаем, небрючных слов на ней не пишем, в салоне не мусорим. Если кто-то чувствует, что надо посетить уединенным белоками настроение, сделайте это сейчас. Отряд, разойтись! Кто-то принес и перекидывает сумки вниз. Девчонки окружили Ольгу, чтобы попрощаться. Кто-то отошел к друзьям из других отрядов. К Мику помогал Алисе устроить гитару на багажной полке и привязывать инструмент милыми синими ленточками. Ножета тепло улыбнулась и показала мне на дверь автобуса. Мику ждет. Иди давай. Я хотел что-то спросить, но Ольга уже смотрела поверх моего плеча. Шурик, куда ты тащишь радио? Оно же клубное. Что значит-то я привез? Я вижу инвентарный номер. Как это поставили по ошибке? Кто? Завхоз? Точно? Все, все, не надо инструкцию читать. И искать, я верю. Под ногами вертелся все пират и терся об мою штанину. Я наклонился и почесал его за ухом. Ты уж присмотри за лагерь. Какой-то важный мюкнул, то ли соглашаясь, то ли требуя чего-нибудь вкусненького. Я в последний раз оглянулся на ворота из лагеря. Из лагеря, да. И больше уже не смотрел назад. Новый незнакомый мир, новое будущее и, видимо, новое прошлое, к которому еще предстоит привыкать и в которое придется вживаться. Необходимо сделать шаг вперед пугало, но там в конце пути меня ждала новая с иголочкой жизнь. И почему-то я был уверен, что не растрачу ее так же глупо, как ту прежнюю. Помотав головой, я покрепче ухватил сумку и поспешил к автобусу. Чего гадать, скоро все узнаю. К счастью, наш отряд был небольшим, и мы с Микой устроились там, где нам не будут мешать нескромные взгляды попутчиков. Алиса и Улиана заняли место напротив. В салоне стоял шум, все делились впечатлениями, обменивались адресами и телефонами. Но я смотрел на сидящую рядом Мику и не мог отвести глаз. Наконец, она не выдержалась и слуха поинтересовалась. У меня что-то на лице? Нет, просто я вздохнул на крылую руку своей. Какие объяснить, что последние несколько дней я все время боялся, что исчезла и больше никогда ее не увижу? Все слишком хорошо. Так и должно быть. Автобус мягко заурчал, бетонная ограда в лагере поплыла мимо окон. И вскоре сменилась сочной зеленью и лесополосы... И лесополосы, за которые проглядывали желто-зеленые поля подсолнухов, золотистые моря пшеницы и еще чего-то, что городской житель вроде меня не мог распознать. Я коснулся твердой обложки свидетельства о рождении. Глупо, конечно, но потертая зеленая книжка внушала куда больше уверенности, чем все обещания. Данные мне вожатой. Двойником и девочка-кошкой. Какая уверенность может быть в чуде, пусть уже и случившаяся? А документ есть документ? Если бы еще не фамилия. Я хмыкнул, он мысленно пожелал двойнику забыть надеть куртку, чтобы в самый пеканый момент Юлия его исцарапала. Так что не так-то? Пер-всунов? А-а-а, наверное, так, да? Всунов? Если, конечно, это его рук дело. А не лагерь, который может быть и не лагерь вовсе. Что же это было за место? За последние дни я узнал о нем много, но в то же время ничего. А теперь, наверное, уже никогда не узнаю. Тайна осталась тайной, но кусочек чего-чуда я все-таки увез с собой. Помолодевшее тело, шанс начать все сначала. И любимая девушка, которая сидела рядом, улыбалась мне. Мику действительно смотрела на меня, но отчаянно боролась со сном. Не выспалась? А она сладко зевнула. А-а-а, да, в смысле, нет, не выспалась. И кто в этом виноват, ты не знаешь? Оба, милая, оба. Она спешила, улыбнулась и кивнула. Сейчас засну. Так поспи. Он, Дмитрия, наговорил, что нам ехать часа три и успешешь отдохнуть. Ну, мы же парочка. Нам положено держаться за руки и смотреть друг на дружку влюбленными глазами. А ты предлагаешь мне спать? Я думаю, у нас еще все впереди. Ты прав. Не видишь, если я немножко поспу? Она подмигнула мне. Страшно обижусь и не прищу, пока не проведешь мне экскурсию по нашему городу. Я подумаю. Потом. Надо проснуть. Мику показала язык, положила голову мне на плечо и закрыла глаза. Обсуждать с ружьями прошедший концерт мне совсем не хотелось. Так что я старался поудобнее и осматривал то проносившиеся за окном поля, то посапывающие на моем плече любимые. Какая же она милая, когда спит. Многие чунки жаловались на сухость кожи и нежеланный загар. Но лицо Мику словно насветилось изнутри. Как красиво падает свет. Я управил прятку волос, упавшую на ее лицо. Еще какое-то время можно ехать и ни в чем волноваться. Но дорога закончится, что тогда? Искать квартиру Ольги, здесь, наверное, вообще есть в природе. А если нет? Вдруг нашел вожатый еще один фантом, созданный этим загадочным лагерем. Вдруг этого адреса нет, а сетка сделает у него на лицо и скажет, что не знает, какую Ольгу дмитрирую. Нужно будет как-то устроиться. Как? Кем? Куда? А, конечно, Ольга обещала, что все будет нормально. Но обещание это одно, а перспектива ночевать на вокзале или объяснять родителям Мику, что идти мне некуда и что из дома я не сбегал, совсем другое. Куда более реально. В лагере все было словно понарошку и мне казалось, что впереди еще полно времени. Что реальная жизнь осталась где-то позади и такие мелочи больше не будут меня волновать. А сегодня сказка заканчивается, нужно будет что-то есть, где-то жить. Интересно, есть ли КГБ в этом прошлом? Когда Мику проснется, мне нужно будет с ней очень серьезно поговорить. В любом случае придется рассказать, кто я, откуда взялся, и что без ее помощи мне ни за что не справиться. Но только как начать? Что-то вроде, Мику, любимая, любишь ты фантастику? Или спросить, слышала ли она о путешествиях во времени? Мелочь в кармане, кое-какие вещи из моей прошлой жизни, вроде зажигалки с фонариком, телефон в конце концов. Наверное, я смогу ее убедить. Она любит мне поверить в такую фантастическую историю. А ее родители? С ними будет сложнее. Появляется ухажер без дома, без родителей и несет мистическую чушь. Наверное, придется поговорить с отцом, я ведь не прошу брать меня на содержание. Только поверить и поддержать на первых порах. Еще подростковая внешность. Если Ольга не шутила и мне официально 16 или 17, то еще два года я даже не смогу работать. Зато она... Нужно будет ходить в школу. Накументы, деньги на одежду, еда и жилье. Но это лучше, чем снова стать прежним. Если Мику проснется и увидит, что ее любимый Семен стал старше на десятка лет, а взовелся щетиной, мешками под глазами и прочими атрибутами, не слишком следящего за собой 25-летнего мужчины, то... Не хочу даже думать, как она отреагирует. Любовь, конечно, слепа, но не настолько же. Ничего. Ладно, что мы вместе, пока она рядом, я смогу все. Ну, или почти все. Ободольную эту мысль я построил на Мику. Чтобы увидеть, как она медленно исчезает. Что? Тает в воздухе. Медленно, но неотвратимо. Как привидение. Я чуть ли увидел обивку кресла, просвечивающую сквозь лицу Мику. Что? Нет, пусть это будет сон, галлюцинация, да что угодно. Только не надо так. Пожалуйста. Продолжение следует...